Вы жалеете, что пошли на выборы? Всех собак на меня повесили. Колесникова сильная, а Романчук ссыкло. И дальше что? Воду критики чаловал. Она закончилась фиаско. Романчук предатель? И вокруг одни фуражки и лампасы. Что лепи, секс-те экономика? Я даже не понял, что это такое. Это канал «Жизнь Малины». Меня зовут Никита Мелкозёров. Мы снова в Киеве. И сегодня к нам пришёл Ярослав Романчук. Он рассказывает про выборы 2010 года. Это мем «Да, Ярослав». Легализацию проституции и марихуаны. А также претензиям к новой оппозиции. Подписываемся на наш канал. Подписываемся на мой инстаграм. И смотрим это интервью. Сейчас у вас большая активность в Киеве. На что вы здесь живёте? Живу на зарплату. Живу на то, что ещё когда-то мне друзья дали. Когда я сюда неожиданно переехал для себя. Но и сбережения. Задонатили, да? Да. Я просто человек, который с детства приучен к культуре сбережения. У меня когда даже был стипендия 40 рублей была в Советском Союзе. Я умудрялся сберегать. И привозить там родителям помогать. Поэтому культура сбережения на мой взгляд является частью общей моей культуры. И я всегда приучаю своих детей и своих друзей к тому, чтобы они всё-таки сберегали какой бы доход у тебя нет. Как вы здесь оказались? Совершенно неожиданно, потому что я вот лето провожу в деревне с своими детьми. И вот я приехал там в Минск записать передачи свои очередные для Примус-радио, которые мы более 10 лет делали с своими коллегами. И вот звонок, обыск в квартире. Это звонок куда? Звонок на телефон сотовой. Жена звонит. А вы находитесь? Физически я был в центре, возле площади Бангалор. Вот там офис у меня был. А квартира была на Красной. И вот на Красной как раз пришли 5 человек, говорят, с подозрения финансирования терроризма. И судя по обстановке, я понял, что если я в течение полчаса не исчезну, то я окажусь либо в КГБ, либо на Крестино. Я знаю, что такое пытки 2010 года, поэтому я решил не испытывать судьбу. И путем нехитрых перемещений в пространстве через Витебскоршу я попал в Смоленск. Со Смоленска в Брянск. И с Брянска уже оказался в Киеве. Я когда сюда приехал, я вообще не понимал, где я нахожусь. И опять-таки помогли старые давнишние друзья, которые приютили, обогрели, сказали, вот ты можешь находиться, обустраивайся и все такое. Потому что я никак не мог поверить, что я окажусь именно в таком положении. Потому что я не участвовал ни в одной из политических кампаний 2020 года. Я наблюдал скорее, да, высказывал свою точку зрения, да, оценивал. Но это делал последние 25 лет. Поэтому скорее это уже изменение отношения власти к любой критике. Причем когда буквально за неделю до этого встречался с руководителем статистического комитета, мы обсуждали инфляцию, мы обсуждали разные показатели. Я до сих пор являюсь членом правительственной группы по налоговой реформе. Вот оказался здесь. Уже как в качестве главного экономиста Офиса простых решений и результатов, которые непосредственно работают с администрацией президента Украины и готовит реформы конкретные для Украины. Если бы у вас был доступ к Евросоюзу, вы бы из Белоруссии уезжали туда, там в Литву, либо в Польшу? Конечно, я бы в Польшу поехал, потому что я поляк. Родной язык у меня польский. В семье я по-польски разговаривал. То есть мой язык, на котором иначе разговаривать, это язык польский. Поэтому у меня и мама поляк, полька, и папа поляк, и деды все. По маминой линии земля у них была в брузгах, там, где таможня была. И, собственно, документы тогда, к сожалению, говорят, или сожгли, либо исчезли. То есть нельзя это вернуть. Но, тем не менее, у меня и родственники в Польше недалеко живут, поэтому и друзья, друзей много. Но так сложилось, что вот единственный способ, куда я мог, либо через Польшу, и тогда были бы какие-то проблемы, либо через восточную границу, вот как я и сделал. Как вас забанили в Евросоюзе? В октябре два года назад, 19-го года, когда я подавал на, традиционно подавал на визу в Шенгенскую, причем до этого я получал их регулярно на два года от разных посольств, и Италия, и Германия, и Литва, и Польша. Вот оба отказ. Ну, я думаю, блин, что за отказ такой непонятный, может какая-то ошибка. А у меня годовая виза в Америку, я поехал в Америку на Liberty Forum, вот, приехал оттуда, ну, пошел во французское посольство, говорю, ребята, вот, у вас проблем нету, с Францией нету, можете, потом, с Польшу подавал, тоже нету. Но литовцы внесли вас в Шенгенский, значит, в зону в бан, как угрозу национальной безопасности странам шенгенской зоны, потому что они к вам какие-то претензии имеют. Ну, вот и все, я написал письмо в консульство, написал письмо в миграционные службы, в МИД, ребята, какая-то ошибка, не суразится, я выступал в вашем парламенте. Более того, в этом же году мы приглашали, делали конференцию с участием бывшего премьер-министра Литвы по БелАЭС, я был против строительства БелАЭС, я вообще, то есть, дружили с многими политиками, экономистами Литвы, с Институтом свободного рынка, и вот оба на такой бан. Ну, потом, как мне сказали мои друзья, это за того, что, за моего длинного языка, когда я начал критиковать Европейский Союз и, в частности, Литву, за то, что контрабанда сигарет не может проходить без участия литовских правоохранительных органов или структур, которые, вот если взять 15-17 миллиардов сигарет ежегодный серый экспорт в Европейский Союз, то они откуда-то въезжают. Вот они въезжают, конечно же, как мне сказали, через территорию Литвы. И вот территория Литвы, значит, кто-то же там есть, те 80 тысяч долларов с фуры, которые получают, они же получают, кто-то получает, кто-то в мундире, кто-то крышует, кто-то распространяет, и поэтому, когда мы говорим про наказание режима Лукашенко, понятное дело, что в этого режима есть партнеры. Причем в странах Европейского Союза, в Австрии, в Польше, очевидно, в Литве, Латвии. И когда, помните, 2009-10 год раскопал историю с разбавителями и растворителями, то есть мы первые об этом сказали в Центре стратегии нашем, когда мы подводили итоги года, вот, и тоже я разговаривал с... Коротко объясните, там история какая, что... История была такая, что... Вы рассказывали капнуть растворителем на цистерну? Ну, то есть, безотносительно того, что там было в цистерне, документ, по документам из Беларуси выезжали разбавители и растворители, эти же товары въезжали в страны Европейского Союза, как нефтепродукты. Соответственно, гигантский просто оборот был, там, миллиарды долларов вывоз разбавителя и растворителей был из Беларуси, а это делалось для того, чтобы не платить в российский бюджет экспортную пошину, и таким образом за все эти годы белорусская сторона, понятное дело, в партнерстве с российскими партнерами, значит, коллегами, не заплатили в российский бюджет порядка трех миллиардов долларов. И вот мы об этом первое говорили, сказали, вот, и в разговоре с латышским премьер-министром, помню, вот, они говорят, так у нас нету разбавителя и растворителей, у нас все нормально. А это было, помню, еще с моих бизнес-времен, когда, если такое мелкое шулерство было со стороны, там, польского бизнеса, литовского бизнеса, когда берешь два документа, два комплекта документов, вот, и один штампуешь на одной стороне, другой штампуешь с другой стороны, ну, там, за какие-то деньги, вот. А тут получается такого шулерства государственного масштаба. Вот, собственно, вот это есть разбавители и растворители, а сигареты, опять-таки, это та схема, которая не работает без участия европейских партнеров. Я полагаю, потому что у меня информации нету, что это было основанием для того, чтобы мне закрыть рот, потому что это здесь и белорусы, и литовцы в этом были заинтересованы, причем, тем более, я говорил это с трибуны, разных трибун, в том числе с радио «Спутник», вот, которая вот меня приглашала, и опять-таки меня, очевидно, уже окрестили шпионом ФСБ, то есть я уже был шпионом такого количества разведок, что я говорю, друзья, обвиняйте меня в чем угодно, но я работаю на разведку Киви в Новой Зеландии, одна из моих любимых стран. Вы писали с просьбами вас разбанить, Латушка и Тихановская. Да. Чем все закончилось? Ничего не закончилось, ничего, ни от Тихановска, ни штаба, ни от Латушка я ничего не слышал, я просил в том числе и политиков белорусских, к сожалению, вот, как будто, знаете, вот это какая-то тема непонятная, я говорю, спросите меня все, что угодно, пригласите, но обращайте в суд, ну, как там, я могу... А политики это кто? Это вы как с Макеем встретились? Не-не, а у Макея мы тоже, Макея тоже просил, кстати, потому что мы случайно совершенно пересеклись, я летел из Нью-Йорка, и пересадка была в Вене, он летел, тогда, помните, был визит Лукашенко в Вену, в Австрию, и... Когда-то у него еще были такие... Да, это октябрь 2000... или ноябрь 2019 года. И вот, когда я возвращался, Макея с делегацией летел именно из Вены. И вот на самолете мы в автобусе, когда ехали к самолету, вот я ему говорю, Владимир Владимирович говорит, смотрите, вот такое дело, гражданина Беларуси дискриминирует в Европейском Союзе. Ну, мы посмеялись, он говорит, ай-яй-яй-яй-яй, а вас за что? То есть было такое, у всех такое реально неприкрытое удивление. Тебя, который 25 лет продвигает европейские ценности, который там за всю свободу, за Европейскую Беларусь, который концепцию интеграции в Беларусь и Европейский Союз придумал и продвигает, и тебя забанил Европейский Союз. На мероприятиях вроде большого разговора с президентом пускают в туалет? Пускать в туалет, пожалуйста, ходи, если хочешь. А он как выдерживает такое время? Я не знаю, но если человек вовлечен в разговор, возможно, он просто утром не пьет чай или кофе, поэтому у него это на контроле, причем там был один из больших разговоров, был перерыв, поэтому могли выйти люди и сходить куда надо. Что за атмосфера там происходит вообще? Это вообще совершенно непонятный формат такой. Для меня и первый, и второй большой разговор был чем-то неожиданным, необычным, особенно когда там Лукашенко 52 или сколько раз сказал, да, Ярослав, я даже не знаю, не понял, к чему это все. Совершенно для меня это было неожиданно. Причем это было, ну, если это приглашение было к некому диалогу по экономике, это одно. Потому что, может быть, тогда был разговор по поводу выработки декрета номер 7 о предпринимательстве, декрета номер 8. То есть это было время, когда в воздухе виталили какие-то изменения, да, и вот тогда, возможно, он хотел что-то узнать. Второй большой разговор был более жесткий. Одновременно, когда вот шел разговор о конкретном бизнесе, вот, я был членом совета производителя предпринимательства, и поэтому я имел разные, значит, истории, как бизнес страдает от действия власти, разных властей. И надо отдать должное, когда вот я тогда сходил к администрации президента с Качановой, с Набковым, вместе с предпринимателем, его выслушали, посмотрели документы, изучили и все сделали так, как он просил. То есть все решения, которые были неправовые, незаконные, были отменены. Но это опять-таки единичный случай. Для того, чтобы такого не было, нужно было принимать какие-то решения системные. На системные решения никто не был готов. Окей, с системными решениями, единичный случай. Большие разговоры подарили нам мем, да, Ярослав. Что, как это все вышло? Не знаю, то есть это вышло совершенно эжинное, мне потом начали звонить, ты что, ты что, как ты сделал, что я для этого делал. Абсолютно сидел, почему на меня обратили внимание, почему на не другого, до сих пор остается загадкой. Потому что, на самом деле, да, я поднимал руку, хотел задать вопрос, но тогда поднимали руку десятки человек. Почему именно так получилось? Для меня, я думаю, все-таки, вот это вот позиционирование либерал, либеральная идея не очень популярна в Белоруссии, человек, который вне политических партий, послужили, собственно, вот это вот основой для того, чтобы он обратился именно ко мне. Потому что для него обращаться к политику было бы поднимать политика. А поскольку я был, я остаюсь экономистом, человеком, который мог бы какие-то идеи продвигать, причем для развития национального бизнеса, вот, это такая идея, которая, ну, на самом деле, привлекательная и хорошая. Не было в этом чего-то такого безопасного для Лукашенко? Мол, мне Романчук безопасен, поэтому я могу там с ним как будто пикетировать. Вам обидно за это? Нет, абсолютно. Я действительно ли его политически безопасен? Потому что, ну, идейно для меня задание не пикетироваться с Лукашенко, для меня задание продвигать идеи свободы, либерализма, предпринимательства, интеграции Белоруссии в Европу, в европейское сообщество гораздо важнее. Поэтому, чем больше людей узнают идеи, причем после этой встречи гораздо больше было поддержки и внимания к тем работам, которые делалось, к книжкам, мероприятиям, и на самом деле это открыло достаточно много дверей, которые раньше были закрыты. Потому что чиновники почувствовали, что те документы, которые я готовлю, предложения можно рассматривать. Не то, что сначала, что раньше было так, вот ОГП готовит, или оппозиция готовит, или Проманчук готовит, ой, это даже рассматривать не надо. Как помню, покойный замминистра экономики Андрей Николаевич Тур, когда подготовил программу «Миллион рабочих мест» с предложениями, и потом антикризисный план для Беларуси 2011 года, он сказал, ну, все, что там хорошее есть, мы уже и так работаем, а что остальное, там, либеральная ересь, мы это принимать не будем. То после этого, вот после этого большого разговора, первого и второго, чиновники, даже когда я публиковал материалы в Фейсбуке, они почему-то мне отвечали. Вы тогда открыто пикировали с Лукашенко, то есть вы перебивали его. Да, да, но потому что если он, он не привык к такому формату, это не потому, что я там хотел его перебивать, потому что если надо что-то уточнить, в таком режиме идет дискуссия, я посчитал необходимым именно в таком режиме не «да, господин», не «да, господин президент», не «чего изволить», а именно донести до него свою позицию, это было достаточно необычно, может, именно поэтому удалось решить эти вопросы и поставить их вот в таком свете. Но, тем не менее, присутствующие говорят, что было видно, как Лукашенко раздражается. Было далеко не видно для меня лично, поэтому я говорил то, что хотел и сказал, и когда, конечно, он сказал, типа, да, дайте мне сказать, ну, очевидно, да, он раздражался, потому что в таком формату человек за 27 лет отвык от такого формата, да, естественно. Это плохо? Конечно, плохо, потому что он теряет контакт с реальностью, он терял, на мой взгляд, потеряет контакт с тем, кто реально может помочь и делать славу Беларуси. На мой взгляд, вот если бы он сделал площадки, которые бы интегрировали экономистов, экспертов, профессионалов разных сфер, то для Беларуси было бы гораздо лучше. Вот я думаю, последняя кампания была надеждой на то, что эти люди как-то присоединятся к тому, что будут корректировать сквозь Беларуси. А вот те люди, которые были приверженцы совка жесткой руки, они оказались наверху, и среди всех возможных вариантов событий, я думаю, тоже информационной манипуляции сыграли свое дело, был выбран именно жесткий вариант, и что мы имеем сегодня. Еще хуже ситуация, чем в 2011 году. Когда вам предложили, забирая колхоз убыточный, первая ваша мысль? Дело в том, что я, когда увидел список из четырех колхозов Воложинского района, я сначала думал, что это какая-то шутка. Нет, список он потом был Качанова, я так понимаю. Да, Качанова, да-да-да. Именно когда он предложил, что Ярослав, вы там возглавьте в процессе. Ваша первая мысль? Ну, троллит, и все, не более того. То есть я никогда бы не подумал, что экономисту могут предложить в качестве доказательства профессионализма управления колхозом. Причем, если он изучает мою биографию, он понимает, что я руководил бизнесом и был в бизнесе, знаешь, что такое руководство. Но и опять, если ты хочешь понять, насколько компетентен человек, ты спроси у экономистов, у коллег, спроси, почему книги Романчука Гран-при международных конкурсов выиграли, две, причем одна из них в поисках экономического чуда и Беларусь, дорога в будущее, как раз представляла набор документов по тому, какую экономику в Беларуси делать. А это был для меня троллинг, и я не думал, что будет какое-то продолжение. Но вот таки было, и не знаю, либо потому, что дословно Качанова восприняла слова Лукашенко, либо просто это было действительно вот такое, ну давайте доведем до ситуации, до какого-то конца. Как на это реагировать? То есть вы говорили, что были крайне удивлены, что троллинг Лукашенко был воспринят настолько буквально. Да, абсолютно. Соответственно, все действительно так. Как это характеризует окружение Лукашенко? Раболепие, неспособность отличить троллинг от серьезных предложений, непонимание того, как интегрировать людей, патриотов, профессионалов в систему управления, непонимание, кто такой патриот, кто такой нет, кто такой профессионал, кто такой нет. Грубо говоря, потеря ориентации. Когда ты начинаешь служить, у тебя теряется профессионализм, теряется ориентация, теряется связь с контекстом, ты не понимаешь внешнего контекста, ты не понимаешь внутреннего контекста, ты знаешь только одно – ублажить начальника любой ценой. И, собственно, то, что происходит, и то, что, я думаю, послужило очень злую шутку, именно это. Когда вот в окружении Путина, особенно первые там 10 лет, всегда были люди, которые открыто выражали противоположные точки зрения. В окружении любого лидера должны быть противоположные точки зрения для того, чтобы лидер понимал, с какой опции, с какого набора ему выбирать. В Лукашенко такого нету. Получилось, что даже какие-то мелкие разногласия были уничтожены, и все закатано в асфальт, и вокруг одни фуражки и лампасы. Когда вы пошли на встречу с Качановой, который предложил вам четыре этих… Колхоза. Что вы думали вообще? На самом деле, я не думал, что вообще колхозы какие-то будут обсуждаться, потому что мы конкретно шли обсуждать вот это дело. Бизнесмена, который, на мой взгляд, соответствовал всем критериям национального чемпиона, человек, который поддерживает и спорт детский, который за свои деньги там делает много-много всего хорошего и развивается, и которого незаслуженно обижают чиновники. Просто был маленький кейс, которого… У меня десятки таких кейсов было в рамках работы в Совете Производительного Предпринимательства. И когда мы обсудили эти вопросы, в общем-то, и шли там просто поздороваться с главой администрации. И вот между одной встречей и другой вырисовался этот список четырьмя колхозами. Я даже не понял, что это такое. А как Наталья Ивановна реагировала? Ну, то есть вы отказываетесь, я говорю, ну вы что? Ну, то есть вы ржете, она на вас смотрит и что? Она смотрит и не… Ну, хорошо, я понимаю вашу реакцию. То есть она не стала настаивать, не сказала, что, вы знаете, вам глава страны предложил. Они просто… Выпал такое ощущение, что поставили галочку в отношении какого-то якобы поручения и все. Потому что поручение было рассмотреть вопрос, с которым приходил Романчук. Вопрос рассмотрели. Это одна галочка была. Я так полагаю, что это единственная галочка была. Но Качанова и окружение поняло, что нужно и вторую галочку в отношении колхоза рассмотреть. Какие у вас отношения с тем же Латушкой Тихановской? Никаких, абсолютно. Я ни одного второго ни разу не видел. То есть знал, что есть Латушка, знал, что есть Тихановская. Единственный раз, когда я видел Тихановскую, было, когда мы представляли антикоррупционную программу. Это было в рамках представления всех программ гражданского общества. Удивительно было, потому что мы, последние 20 лет нарабатывали такое количество документов. Причем вот сейчас говорят, надо представить альтернативу. Альтернатива давно наработана. В 2002-2003 году мы представили альтернативный бюджет с налоговой системой. Мы 13 платформ национального бизнеса сделали конкретное предложение, как делать деловой климат. Мы сделали программу «Миллион новых рабочих мест». Мы сделали программу «Проект закона государственных социальных гарантий». Мы сделали концепцию пенсионной реформы. Все ответы на вопросы. Почему? Потому что я имею опыт участия в трех парламентских кампаниях кандидатов в депутаты и одну президентскую кампанию, которую я сам лично провел. Поэтому все те вопросы, которые задают белорусы, мы прекрасно знаем и, собственно, отвечали на них системно, подготовленно и не теряли времени зря. И какое у вас впечатление об опыте общения с Тихановской? Ну, так она сидела в президиуме, а мы докладывали программы. То есть там не было такого общения, как с вами. Нет, такого не было за все эти годы. Поэтому вообще 20-й год отличается тем, что интереса к альтернативе, к тому, что предлагают людям, никакого не было. И когда я достаточно хорошо знаю белорусское бизнес-сообщество и людей разных статусов, разного размера бизнеса, они сказали, Ярослав, а что они хотят? Что они предлагают? Они? Это не Афита, да? Не-не-не. А вот бизнесмены белорусские, которые в том числе в топ-50 по богатству, по связям, по капиталу, они хотели от меня узнать, а что, собственно, предлагает альтернатива в виде Тихановской, в виде демократических сил. Я говорю, слушайте, я программу ни одного не читал. Ко мне они не обращались. Поэтому это была такая за последние, скажем, 25 лет единственная политическая кампания без программы. Вова Тихановской, в ее окружении, как мне кажется, достаточно много ваших бывших коллег по ОГП. Добровольский, Лебедька пишет же Конституцию. Ну, Конституция тоже часто в этом проекте, безусловно. Я сделал часть по экономике. Дело в том, что в 2007 году мы с Леонидом Федоровичем Зейко написали книжку, называется «Экономическая конституция Республики Беларусь», где, собственно, прописали, как видоизменить Конституцию для того, чтобы минимизировать издержки коммунистического камбэка. Чтобы, грубо говоря, самая большая проблема в экономике – это всегда левиафан. Это государство, которое разрастается, которое бюрократизируется, которое захватывает частный бизнес и мешает всем жить. И эти предложения, собственно, я тоже изложил. Но опять у нас есть такой императив юристов. И юристы, к сожалению, сказали «Нет, это слишком длинно, так нельзя, Конституцию никто не пишет». Говорю, слушайте, вы хотите вам в шашечки ехать. Если вам удобно так, да, но так это было. И поэтому, когда был опубликован проект, который был утвержден группой «Лебедька», без этого большого куска по экономической конституции, его с трудом можно было отличить от того проекта, который опубликовали белорусские власти. Я считаю, что большая-большая ошибка неинновационно подходить к экономическому развитию, потому что то, что мы предлагали в рамках экономической конституции было частично реализовано в Грузии. Мой друг Аха Бедукидзе, мы дружили задолго до того, как он стал ключевой фигурой реформатором Грузии, вот они реализовали это в акте экономической свободы Грузии. И вот сейчас в Украине тоже самое говорят про экономическую конституцию. И те предложения, которые сейчас мы реализуем в рамках офиса простых решений, тоже содержат эти положения. Вот видите, штаб Тихановской отказался это принимать по тому, что юристы, видите или не, согласны с экономическими подходами, изложенными в нашем документе. А по поводу ОГП, есть у ребят какое-то влияние на Тихановскую, по вашему мнению? Я не знаю, абсолютно. Я знаю, что они там есть, но что они там делают, для меня большая загадка. Потому что есть какой-то штаб, они делают, у них внешняя политика поставлена хорошо, у них информационное, вот они делают. Но то, что там никакой экономики нет, это совершенно очевидно. То есть, а конституцию и проект нового вам нравятся? Нет. Не нравится. Очень просто объясните, почему. Не нравится, потому что, первое, конституция вот в таком виде, она может использоваться любой политической силой и привести к стагнации. Для меня главное, чтобы баланс сил между человеком, бизнесом и государством был смещен в пользу человека. Человека как экономического субъекта, как предпринимателя, как инвестора, как потребителя, этого в этих проектах конституции нет. Поэтому для меня, что проект конституции Тихановская, что проект конституции Лукашенко, они одного поля ягоды. Понятное дело, что там было бы больше демократии, но человека обыкновенного беларуса обдирали бы и там, и там, судя по тому, какие у нас неждевенческое настроение общества. Потому что неждевенчество, вот я придумал такую формулу, описание культуры Беларуси, 4ХЛ. Халтура, халява, хамство, халуйство, лицемерие. Теория заключается в том, что беларусское общество, интеллектуальные элиты больны вот этой заразой советской, которая формируется на том, что неждевенчество, оно заложено в крови, оно основано на том, что люди обожествляют и одушевляют государство. Они не понимают, что это такое. И для них это вот Лукашенко, ну да, он, конечно же, перешел все красные линии, но придет другой президент, придет другой парламент, они будут раздавать то же самое. Поэтому было такое в 15-м году, когда шли, президентская кампания была, а мы дадим зарплату 1000 долларов. То есть они соревновались в популизме с Лукашенко. И это на самом деле очень неприятно, потому что даже в Беларуси по составу оппозиционных демократических партий. Четыре социал-демократические партии, две коммунистические партии, социалистическая партия, зеленые. Когда ты с ними разговариваешь, просто вот графические, для того, чтобы победить интеллектуально и идеологически Лукашенко, надо расширять спрос на свободу, на либерализм, на либеральное решение. А 4ХЛ – это люди, которые так или иначе говорят про то, что должно все вертеться вокруг государства, то есть его величество чиновников. И вот поэтому я категорически с таким раскладом не согласен. И считаю, что если будет шанс сделать реформы в Беларуси, вот эта вот смирительная рубашка через Конституцию должна быть на чиновников, на политиков надета. То есть в вашем представлении нынешние демократические силы – это тоже люди 4ХЛ? Да, в большинстве своем, к сожалению, да. Потому что я знаю, сколько из них поддерживает наше экономическое предложение. И опять-таки вот, Романчук, он такой либерал, либертарианец отвязный, он бы вообще чуть ли не анархист. На самом деле это ложь, потому что четко прописаны механизмы, налоги, денежная политика. Вот эффект «вау» достигается именно такого рода решениями. Для этого нужно просто немножко включить мозги, начать думать вне рамок 4ХЛ и вне рамок, собственно, левиафана, которые продолжают доминировать в нашем обществе. Есть ощущение, что вы перерывновываете к новым демократическим силам. Это похоже на правду? Нет, абсолютно никак. Я наоборот хочу сделать так, чтобы новые, старые вообще вооружились разумом, знанием политтехнологических аксиом и сделали какой-то один проект, потому что на самом деле мы же не с разных Беларуси. Я вот в одной, они в другой. И самое главное, что те шишки, которые можно было не набивать, потому что мы их набили, зачем им набивать и открывать себе какие-то совершенно очевидные аксиомы. Вот как 2020 год. Ой, мы надеемся, что все хорошо посчитают. Ой, у нас номенклатура хорошая, 85-90% она делает хорошо. Эти вещи, которые были очевидны в 1996 году. Если вы пришли в политику в 2020 году, мы вас приветствуем, друзья, ну, как бы вводите в тему, а не начинать открывать вещи, которые были открыты 20 лет назад. Поэтому это говорят просто, что мы теряем время. Да, они придут к тем же выводам, к которым мы пришли мы, через кровь, через слезы, через смерти, через унижение, через миграцию. И сейчас они то же самое вот наблюдают. И что мы имеем? Мы теряем Беларусь. Вы можете объяснить свою метафору? Мол, люди, которые проснулись в 20-м году похожи на тюльпаны, но для победы в этом процессе нужен что-то типа крыжовника, что-то такое. Да. Тюльпаны – это цветы, которые растут неделю. Это не шикарные такие красивые. А крыжовник – это который вырастает, он многолетний, он питается земли, он растет долго, он плодоносит, он никуда не исчезает, он – это то, во что должно превратиться гражданское политически активное общество в Беларуси. Когда мы поймем, что легких путей не бывает и не бывает у нас революции такой «я пришел, я проснулся», вот у меня многие ребята, в том числе из бизнеса, вот они открыли себе Беларусь, гражданскую, политическую в 20-м году, и они так судили. Ну, кто такая оппозиция старые лузеры, денег не заработали, должности не получили, а вот мы, мы же-то миллионеры, мы-то богаты, мы сделаем партию, мы сделаем движение, и все у нас попрет. И вот куда мы пришли. Поэтому они поступали как тюльпаны. Вот они выскочили, или как с той же метафорой «лето красное пропело», вот они увидели, думали, что можно бабочкой летать все время, и бабочка потом опустится и станет красивой принцессой или какого-нибудь президентом, премьером или министром. А такого в Беларуси не бывает, потому что режим Лукашенко, о чем предупреждал Андрей Николаевич Иларионов, и вот это заблуждение Джина Шарпа, что вот если, я сам говорил, думаю, что если 100 тысяч людей выйдет на площади, все, наша победа, наша власть. 300 тысяч, и что? И не раз, а пару раз вышло, и что? Потому что такого рода режима, который имеет жесткую силовую установку, так просто не уходит. Слушайте, а старая оппозиция лузеры? Нет, оппозиция – это на самом деле патриоты, это люди, которые как раз всегда играют в долгу, и если бы новая оппозиция, ну новая, просто там сейчас уже все вместе, мы, к сожалению, уже находимся за пределами Беларуси, большая часть наших. Если, собственно, мы перестанем делить по временному отрезку, по времени, а начнем думать технократически, технологически, начнем действовать так, чтобы убеждать людей, а не разъединять и оскорблять, я думаю, что наша победа будет гораздо ближе, потому что, но простых решений сейчас я не вижу, потому что опять эти работы над ошибками надо было делать, условно, в августе и сентябре 2020 года. И то есть? Ну то есть, если бы вот до разгона гражданского общества, до разгона всех структур, которые были живые, созданы за 25 лет, если был бы какой-то разговор, а как делать дальше, не через одно правительство, другое правительство, Конституционный Совет непонятно чего. То есть было много решений, да, и много понтов, типа вот мы выйдем, вот забастовка будет, вот Лукашенко будет парализован, уйдет, вот помните у нас там чуть ли не переговоры с Лукашенко, кто-то вылетал, ну и где это все? Этого нету, поэтому нужно серьезно относиться к тому и не игнорировать опыт, даже поздняка опыт не игнорировать нужно, хотя он там всегда, я с ним, он меня тоже там считал постоянно каким-то там агентом непонятно от чего, ну человек своеобразный, оторвался действительно от земли, вот, но тем не менее, он патриот Беларуси, в этом нет никаких сомнений, поставь всех за один стол сесть, и надо тут делить там легитимное Тихановское, непонятно с какой легитимностью Латушка, Лебедька, там и все другие. Все мы в одной лодке. Мы напоминаем вам о вселенской несправедливости, ни один из выпусков проекта «Жизнь Малина» никогда не попадал в тренды Ютуба. Я считаю, что мы этого достойно, мы делаем качественный продукт и горим им, поэтому помогите нам, пожалуйста, лайки, комментарии, активности, рассказы о нас, и мы будем очень сильно вам благодарны. Что вы думаете по поводу критики Чалова в ваш адрес? Ради бога, пусть говорит Чалой, как и многие другие журналисты, имеют право на свою точку зрения. Сам тот факт, что он является активным сторонником демократизации Беларуси, безусловно, делает нас партнерами. То есть вы партнер? В этом плане безусловно. А в других планах? Судя по его взглядам, а я его два раза приглашал на свои летние экспертные школы, он близок своим взглядам к социал-демократии, к социализму даже, он поддерживает повестку дня МВФ, а я ее противник. Поэтому здесь у нас есть теоретические разногласия по поводу того, как делать экономические реформы. Но я, безусловно, либертарианец и приверженец автрийской школы. Он, опять-таки, склонен к тому, чтобы больше делать ставку на государство. Но, опять-таки, я люблю спорить тогда, когда человек что-то делает, творит, пишет, делает какие-то неустные вербальные заявления. Поэтому он человек разговорного жанра. Тут шо говорить. А вы какого? Я, написав 12 книг и много статей, считаю себя экономистом, считаю себя ученым, который развивает традиции автрийской школы экономики. Как вы относитесь к нынешней популярности, Сергей? Отлично. Человек, который продвигает идеи Беларуси, человек, который делает все для того, чтобы к Беларуси больше было внимания, объясняет суть событий, очень ценен. Поэтому добро пожаловать в круг тех людей, которые влияют на общественное мнение. Поэтому очень важно, если к нему будут прислушиваться те люди, которые как раз находятся в серой зоне, очень даже хорошо. Но для того, чтобы еще больше, на мой взгляд, было убеждений, как раз либерализма мне не хватает. Вы понимаете, что Сергей и какая-то категория людей, его коллег, назовем так, нынешних, например, ребят из Бирог, они вышли в топ какой-то актуальности. То есть к ним прислушиваются. Да нет. Условно, такие люди, которые не разбираются, как я, например, как минимум. Ну и надо посмотреть просмотры, Сергей, все-таки. Они внушительные для Беларуси. Вы чувствуете, что актуальность ваша ушла? Да нет, конечно. Я не за пять. Знаете, это поп-звезда. Приходит, например, Металлика. Не Металлика, скажем, Мариен-группа, которая популярна среди очень небольшого количества людей. Но я считаю, и очень значимой для себя. Это вот одна группа. Есть Мадонна, есть попса какая-нибудь. И поэтому это разные жанры. Вот если кто-то стремится к этой популярности, ради бога, молодец. То есть чалы и Бирог – это Мадонна и кто? Нет, чалы отдельно, Бирог отдельно. Бирог – это структура такая мейстримовская, которая делает продукты достаточно предсказуемые. Они, на мой взгляд, просвещают определенную часть населения, делают работу за Министерство финансов, Министерство экономики и Национальный банк, не более того. Серьезных системных предложений от Бирога, с которыми я бы согласился, нет. Ну, за исключением либерализации, каких-то общих вещей, связанных с так называемым вашетонским консенсусом. То есть мейстрим, он, понимаете, он в Украине, в России, в Польше, он одинаковый, они работают в этих традициях. Люди, которые там работают, они выпускники американских вузов или тех людей, которые получают тандартное образование. Вот, они предсказуемы в работе, они легко бы нашли язык с теми людьми, которые там, выпускники такие же, американцы, немцы. Но эти реформы, на самом деле, являются во многом тупиком Украины сегодня. И во многие страны Европейской, страны Восточной Европы тоже страдают из-за того, что такого рода взгляды доминируют в экономической политике. Вам важно внимание к себе? Нет. У меня есть оно, у меня есть социальные сети, есть YouTube-канал, есть был Примус-радио. Сейчас я вхожу активно в информационное поле Украины. Главное получить сейчас такой нематериальный актив, который позволял бы потом использовать его в Белоруссии. То есть то, что происходит сейчас в Украине, ценно, потому что ты изнутри понимаешь, как происходит процесс борьбы идей, борьбы предложений, продвижения этих идей до уровня проекта законодательства, развития, формирования круга стейкхолдеров, то есть тех людей, которые заинтересованы в принятии. Это безумно интересно. Это, грубо говоря, реформы на практике. Это такой вот практический опыт в Белоруссии я бы никогда не получил. Как вы думаете, чей колхоз был бы успешнее? Ваш или Чалова? Конечно же, моя научно-исследовательская деятельность была бы успешнее, чем любой колхоз любого журналиста. Научно-исследовательская деятельность или колхоз? Колхоз – это такой проект, в котором можно себя реализовать, но это точно не моя специальность, поэтому колхоз бы я точно не взял. Почему вы против санкций? Я против санкций, потому что, во-первых, они не работают. Они, когда мне говорят, я как экономист, да, санкции должны привести к тому, что произойдет освобождение политзаключенных, начнется диалог и ускорится процесс проведения демократических выборов. Вот риторика про санкции началась год назад где-то, ну, немножко меньше, да, и мы видим, какой результат. Закатали в асфальт все гражданского общества, раз. Никакого диалога, собственно, даже нету, даже там за невинный репортаж журналиста «Комсомольской правды» тоже заметили, да. И самое главное, что источники финансирования режима, да, которые якобы должны были эти санкции убрать, не убрали. За момент действия санкций экспорт товаров в Европейский Союз удвоился. Экспорт товаров вырос почти на 40%. У нас сбалансированный бюджет, да, у нас увеличились до 580 долларов заработная плата. То есть, друзья, вот что видят обыкновенные люди, те люди, которые находятся в серой зоне, там около 30%, они видят так, у Лукашенко кризиса нету, рубль стабильный, рабочие места создаются, зарплаты повышаются. Да, это временно. Но мы еще не забываем, что в случае чего, куда пойдет Лукашенко за деньгами, да, ведя войну в войну с Европейским Союзом, с Америкой. Он пойдет к России. Российские банки будут скупать белорусские долги. Российское правительство начнет финансировать правительство Беларуси под залог каких-то активов. Есть еще Китай, есть еще арабы. Поэтому, когда мы говорим, что если бы Запад был 95% стран, тогда да, это было бы, может быть, эффективно. Но так это неэффективно, более того, это ведет к еще большему разорению страны, изоляции его от тех, значит, центров, откуда может прийти нам помощь. То есть, грубо говоря, это вопрос существования республики Беларусь как независимого политического проекта. И если бы так было легко ввели санкции и все, а те люди, которые вводят санкции, они говорят, о, знаете, на пятый круг дожмем. Ну, после пятого точно будет хуже. Потом шестой, потом десятый. А потом что останется с республикой Беларусь? После подписания 28 карт, после того, как зайдет сюда русский капитал, после того, как сделают русские оргпреступные группировки, я боюсь, что с Беларусь останется ровным счетом ничего. Что ЕС и США должны делать тогда в отношении РБ? Я, может быть, выскажу парадоксальные вещи, но в Советском Союзе, как только начали либерализовать визовые ограничения, вовлекать гражданское общество людей бизнес, собственно, люди поняли, что на самом деле Запад не враг. Сегодня легко Лукашенко рисовать образ врага, потому что вот Литва, вот Польша, тем более в эту игру играет и российская пропаганда, поэтому там враг, да, и враг, и мы боремся, даже если будет снижение заработной платы там до 400 долларов, это потому что у нас идет война. А войну бывает разное, надо мобилизовать, вот даже с квартир деньги собирают в виде налогов. Это логика военного времени. Если же будет другое, если будет вопрос без виз для белорусов, если будет свободное перемещение капитала из Беларуси, если будет свободное вовлечение белорусов безотносительно госорганов в разного рода проекты, вот это адекватный ответ. К сожалению, простого, понятного, такого быстрого решения нет, я не вижу. Если бы, например, там, вот Европейский Союз Америка, да, последние 10 лет они активно работали с государственными структурами, вовлекая государственные структуры в разного рода грантовые проекты. 90% работало с государством или через структуры гонга такие, да, то есть якобы лыжа гражданского общества. И что мы получили? Мы получили того же Лукашенко, только сбоку, в более неприглядном виде для Европейского Союза. Поэтому вот вся эта имитация диалога в виде минского диалога, она закончилась фиаско. Вот, поэтому не нужно имитацию с органами госуправления, нужно делать реальный диалог с бизнесом, с гражданским обществом, со СМИ, с молодежью, с разными группами интересов. Да, это может быть воспринято плохо, но самое главное нам убедить не тех там 30-40%, которые за нас, да, которые либо за Тихановскую, либо за Латушка, либо за вас, или за меня, не имеет значения. Наша главная задача убедить и консолидировать максимальное количество людей, 80-90%, желательно 97%. Но пора уже перестать думать мемами, да, а пора смотреть на социологию. Когда мы видим буквально недавнюю социологию Четом Хаусе, мы видим, что Лукашенко поднялся по сравнению с тем, что было в апреле, да, а демократические лидеры опустились, говорят, что пропаганда Лукашенко вместе со всем тем, что творится, более эффективна именно на это вот болото белорусское, чем то, что делает оппозиция. А почему в вашем представлении революция не делается через забастовку? Забастовка – это тоже технологический процесс, техникротический процесс, который нужно организовать. Да, я помню в 96-м году, когда можно было организовывать, и то там 1020 выходило. Надо понимать, кто такие рабочие наши, насколько они вовлечены, насколько у них там настроения какие, насколько есть механизмы управления этим работними, консолидации, мобилизации. Этого нет. Если этого нет, то как можно придумывать бы теоретическую схему, некой национальной забастовки, если у вас нет рычагов управления, на кнопочку нажимает кто-то там из-за рубежа, а там ничего нет, никакого природного времени ничего нет. Поэтому забастовки в Беларуси в такой ситуации нереальны. Когда идет рост заработной платы, когда идет стабильность бюджета и есть 25 миллиардов долларов бюджет органов госуправления, забастовка – это паранойя. Ее не будет, не бывает просто. Это если на резком снижении. В 2011 году, когда у нас была гиперинфляция, когда была трехкратная девальвация белорусского рубля, тогда это могло случиться. Но сегодня исключено. Так что надо делать, если просто? В 2020 году, в июне месяце, я говорю, есть идеальный вариант, когда все те, которые подсоединились к движению новому, начнут создавать или создают такую единую информационную сеть убеждения оставшихся людей в том, что нужна новая Беларусь. Сегодня через информацию, через создание сетевых структур убеждения является ключевым аспектом. Другого, к сожалению, нет. Любые, либо, вот я, есть группа людей, которые верят в революцию, захват власти, в силовые какие-то сюжеты, но я не силовик, не офицер, я этого не понимаю, не знаю. Но если мы говорим про какие-то компании, если мы говорим про какие-то там санкции, то это точно делать не нужно, потому что это изолирует беларусов. И опять-таки 40% людей, которые в той или иной степени не поддерживают наши демократические устремления, независимость Беларуси, какой мы ее представляем, хотели бы иметь, вот речь идет о том, чтобы как их присоединить к нам. И если вы будете оскорблять, если вы будете унижать, если вы будете отторгать, всячески обзывать их, ну это и будет 40%. И у нас будет там, количество нас будет меньше. Вот знаете, я в 2001 году помню компанию. Закончилась, часть уехала. В 2006 году компания закончилась, уехала. В 2010 году компания. И вот с каждым годом тысячи и тысячи людей уезжают и не возвращаются. Поэтому я не хочу, чтобы очередная волна миграции из Беларуси закончилась, и в Беларуси было 35% пенсионеров и 35% людей, которые считают, что за каждого поруганного или побитого милиционера нужно убивать 100 человек с демократической оппозиции. Почему многие соседи восхищаются Беларусью и ставят ее в какой-то там пример? Хороший пиар Лукашенко, безусловно, полный игнор фактов и непонимание того, что реально происходит. Потому что пиар, вот если бы Лукашенко не управлял пиаром, такого бы не было. А он реально делает это хорошо, потому что имидж такого народного президента без олигархов, без яхт, без самолетов играет свою роль. Почему у нас все в долларах, а у русских нет? Народная экономика, народная валюта в беларусах и доллар. И если бы ее не было, то беларусы были бы гораздо беднее. Все больше россиян используют доллары, потому что российский рубль тоже не является крепкой валютой. Три вещи, хороших вещи, которых Лукашенко сделал для беларусской экономики. Савок, Госплан и ЗАО «Беларусь». Почему в Беларуси стыдно быть богатым? Не стыдно быть богатым, стыдно поговорить о богатстве. Стыд берется из, опять-таки, марксистской теории эксплуатации классов. Потому что есть, опять-таки, впитанный с конспектов КПСС имидж, что если ты богатство, значит, ты украл, значит, ты кого-то уворовал или убил. И это является проклятием той идеологии, которую несет Лукашенко. Почему в Беларуси страшно быть богатым? Страшно, потому что могут забрать, прийти, отжать бизнес и, опять-таки, нарушить, как бы, естественный цикл развития событий. Быть олигархом в Беларуси – это беспроспективно? В Беларуси олигархов не было. Есть только один у нас олигарх. Он же президент, он же главнокомандующий, он же главный по идеологии и всем другим делам. Насколько богата семья Лукашенко? Я думаю, что сравнимо с уровнем богатства российских миллиардеров. Сколько состояния? Без понятия. Это в 2004 году, когда мы оценили слухи, чуть не открыли уголовное дело с Лебедько в отношении того. Поэтому, опять, не имеет документальных подтверждений, будем говорить только… Знаете, есть такая в экономике методика сравнительного анализа. То есть, если при прочих ситуациях у россиян, у украинцев, у поляков вот столько состояния, то можем примерно оценить, какое состояние будет в Беларуси. Причем, если оно концентрируется в одних руках, а не в руках 10-15 человек. Три реформы, которые нужны Беларуси прямо сейчас? Денежно-кредитная реформа, бюджетно-налоговая реформа и приватизация. Мы знаем, как их проводить. Они прописаны. Осталось дело за малым. Политическая воля. Как у нас дела с девальвацией? Пока не будет до момента обвала экспорта. А это зависит от того, как быстро начнется пикирование мировой экономики. Как только будет снижение цен на металлы, нефтепродукты, деревооработку и химия, то, что, собственно, Беларусь производит, так, собственно, и придет время девальвации. Какие дела с инфляцией? Инфляция у нас 15-20%. Ситуация, я не верю в официальный показатель инфляции, потому что он рисуется. Ситуация, когда 55-60% цены регулируются в ручном режиме, верить инфляции нет оснований. Как все это повлияет на зарплаты? Зарплаты в Беларуси и так же, там, 350 долларов максимум, даже, может, меньше. И вопрос не в том, сколько зарплата, а в том, что люди на них могут купить. И я считаю, что предельный порог терпения беларусов где-то около 100 долларов совокупно с серым и таким доходом. Поэтому еще падать есть куда. Откуда сакральное значение цифры по 500? По 500, очевидно, для Лукашенко и для окружения это какой-то уровень благополучия, после достижения которого наступает политическая нирвана и полное приятие власти. А 500 баксов – это нормальная зарплата? Это унижение для Беларуси 500 долларов, потому что зарплата ниже 1000 долларов – это бедность. Ну, как бы это зона рисков, имущественных рисков. И считаю, что ставить зарплату 500 долларов – это, как помню, в 2000 году была цель экономической политики 100 долларов. То же самое в нынешних долларах, которые там подвержены инфляции очень серьезно, и 500 долларов – это, на самом деле, действительно зона бедности. А сколько должны получать беларусские учителя? Я сделал предложение, когда мы делали расчет бюджета. Бюджетные учителя должны получать 700-750 долларов минимум, причем работая на одну ставку. И это есть настоящие приоритеты страны, которая делает ставку на человеческий капитал. Сколько должен получать президент Беларуси? 20 тысяч долларов в месяц, потому что человек на уровне президента, на уровне ключевых фигур, должны быть очень богатыми, обеспеченными людьми, чтобы не было даже мысли о том, чтобы он будет что-то откаты брать или какие-то схематозы делать. Я за прозрачность. Вот в этом плане мне нравится Сингапур, когда министр получает миллион долларов в год. И, понятное дело, что он никогда не пойдет на какие-то сделки с совестью, понимая, что если он потеряет вот такой доход и полностью обнулит свою репутацию, он не только себе сделает хуже, но всей своей семьей. Сколько к концу года будет стоить доллар? Сегодня он будет стоить где-то 2,55-2,57, что радикально отличается от того, что я думал в начале 2020 года, потому что, во-первых, никто не прогнозировал такую хорошую ситуацию с экспортом товаров. И я, честно говоря, не думал, что Национальный банк сумеет убедить Лукашенко, что печатать деньги не надо. Потому что там внутри власти борются инфляционисты, люди, которые за то, чтобы дать, напечатать много денег и раздать промышленности, сельскому хозяйству, строительству. И те люди, как Национальный банк, которые жестко стоят на том, что... Александр Юрьевич, а вы помните, что было в 2011 году, когда случилась трехкратная девальвация и гиперинфляция? Вы это хотите? И вот страх Лукашенко перед народным гневом, а девальвация и инфляция, особенно девальвация такого рода, может вызвать народный гнев гораздо быстрее, чем любые действия оппозиции. Сколько к концу года будет стоить бензин? Бензин 85-90 центов. Как лучше всего хранить деньги? В золоте. Почему? Золото, если опять хранить, с точки зрения того, чтобы через 15-20 лет передать детям, это золото, потому что золото будет дорожать. Самый надежный способ, потому что золото – ликвидный товар. Хранить его можно также в акциях компаний, которые за последние 100 лет показали свое преимущество, например, в акциях сигаретных компаний. 5000% доходности. Филипп Моррис, Альтрия, Б.И.Т. Брюс Американ Тобако. Вот эти компании, которые вечны. Но опять-таки у белорусов нет доступа к фондовым площадкам, поэтому остается традиционное золото. Есть ли смысл доверять белорусским банкам? Нет. Белорусские банки работают в режиме олигополии, в режиме жесткого регулирования, в режиме выполнения хотелок правительства и других коммерческих субъектов. И поэтому я им не доверяю. Тем более 75% банковской системы – это государство. И поэтому государство, где деньги государства, где деньги вкладчиков, где деньги промышленных предприятий, вообще предприятий, никто не разбирается. Поэтому я никогда не доверял банкам белорусским, не доверяю. Биткоин – это круто? Это фан. Не более того. Биткоин. Дело в том, что 2 триллиона денег в разных коинах – свидетельство того, что зарегулированность финансовых рынков мира и недоверие к платежным ресурсам, собственно, денег, денежным ресурсам. Когда мы понимаем, что желание правительства контролировать каждую копейку, каждый доллар, каждый цент приводит к тому, что люди начинают скрывать их, в том числе, в коинах. Я за легализацию всех валют, пусть расцветают как можно больше разных платежных средств, я против наличия монополии на деньги в любой стране. Экономическая экспансия страны России уже случилась? Нет, они зашли, они контролируют то, что им надо. Но ключевое решение в Беларуси принимает Лукашенко. А что им надо? Им надо… Есть много еще активов, которые они хотели бы прибрать к рукам. Белтопгаз – великолепный актив, нефтяные активы, Беларусь-дорога, Беларусьбанк, энергосистема, почта. Это еще там на миллиардов 20 можно набрать активов. Поэтому, когда говорят, что Лукашенко вот-вот обанкротится, это неправда. Сколько денег еще в режиме есть? У режима 25 миллиардов долларов в этом году будет в бюджете. Это достаточно много, это солидно. Даже если в следующем году будет 20, это тоже не проблема. На взгляд, проблемы белорусского режима начнутся тогда, когда совокупный бюджет органов госуправления снизится меньше 15 миллиардов долларов. Вы говорили много про взаимоотношения с Россией. Очень просто объясните, для чего мы им экономически? Экономически нужно дезагрегировать. Грубо говоря, не говорить про Россию и Беларусь как отдельные субъекты, а понимать, как это работает. Как работает? Нужно понимать, что Лукашенко сформировал в России мощнейшие лобби, которые всегда выполняют или следуют их интересам. Это коммерческие интересы, это геополитические интересы. И когда мы говорим, что Россия ссорится с Беларусью, на самом деле, надо понимать, что последние 25 лет именно это помогает Лукашенко удерживаться в таких отношениях с Россией. Отношения по нефтепродуктам, отношения по финансам, отношения по ВПК, отношения по санкционке, отношения по информационным вещам, связанным с атакой на Запад. Все это интересы, на которых есть решение ресурсы России, ресурсы Беларуси. Это бизнес. И Лукашенко за все 25 лет не кинул, не обманул никого из серьезных игроков. И это его абсолютно козырная карта. Если даже приходит Чубайс, приходит Кудрин, приходит Греф, там, к Владимиру Владимировичу, давайте мы разберемся с этой Беларусью, он там кого-то посадил, кого-то там избил. И приходят генералы, которые говорят, на самом деле он, да, сановый бич, но наш сановый бич, он сукин сын, но на самом деле он делает все, что мы хотим. Он никого не кинул, он схематоз делает, нефтепродукты направил в российские партнеры, направил, сейчас калийное удобрение направит, потом нефтяной бизнес продаст, потом калийный бизнес мы возьмем. И потихонечку мы будем интегрировать Беларусь в свои схемы. Причем сохранение независимости Беларуси крайне выгодно именно этим схематозникам, как ни парадоксально. Потому что на одном НДСе можно зарабатывать очень много, на вывозе капитала можно зарабатывать очень много, на факторе существования разных юрисдикций, которые не подконтрольны друг другу, это хороший бизнес. А если, например, если Приднестровье зарабатывает достаточно много, будучи маленькой непризнанной территорией, то Беларусь, страна, член ООН, зачем ее ликвидировать? Поэтому я не думаю, что будет политическое поглощение. По крайней мере, до того момента, когда Украина не станет частью какой-то там российской империи. Потому что главное, что спасает беларусскую независимость, это первое, Украина, главный фактор. И второе, это схематоз, который является выгодным для российских кланов. И когда говорят, что Лукашенко зарабатывает, он, помните, шутку с российскими, белорусскими киеви, белорусскими креветками и все прочее. На самом деле, это все российское. Надо понимать, что я никогда не работал и не консультировал российское посольство, но когда я написал материал, в котором я четко расставил акценты, кто реально зарабатывает на этом, это российские генералы, российские крышущие организации, серые потоки, я разговаривал с Бабичем и объяснял ему ситуацию, потому что позвали мне, чтобы я объяснил суть происходящего. Российская точка зрения, мы дали Лукашенко 120 миллиардов долларов, а он, сволочь, их там профукал или пустил на свои проекты. А моя точка зрения, что из 120 миллиардов долларов львиная доля, по крайней мере, процентов 70, ушла в карманы российских же олигархов и крышевиков. Вы говорили, что интеграция стоила России примерно 100 миллиардов долларов. И назвали это схемой гениального развода. То есть вы отдаете должное Лукашенко. Конечно, потому что он встроился, он сохранил себя, он достаточно, я думаю, много на этом зао Беларусь заработала, скажем так. И одновременно он при помощи этого схематоза понимает, что в России главное для этих людей деньги, возможность продолжать данные потоки. И поэтому до тех пор, когда интересы будут сохраняться, и в Кремле не будет человека, который поставит во главу угла интересы России, и некоррупционная схема, ничего не будет меняться. Вы мне объясните, это Лукашенко такой хитрый, прошаренный, или Путин такой наивный? Нет, Путин имеет свои потоки. Он тоже один из самых влиятельных, богатых людей в мире. Его, как говорят, забавляет подкуп не Игорь Слукашенко, его подкуп забавляет Франция, Англия, Германия, Италия. Он на самом деле является самым влиятельным политиком в Европе, и влияние России, как мне сказал один из известных британских аналитиков, гораздо больше, чем во времена Советского Союза. Вот и все. Поэтому Путину скучно в рамках некого союзного государства. Там нечего обсуждать, там все понятно. Он знает пойменно, кто что делает, кто сколько зарабатывает и что с этим делать. Он не знает, что делать с Украиной. Реально не знает. Он не знает, даже он с Америкой больше понимает, что делать, чем с Украиной. Потому что Украина показала ему неоднократно, и он до сих пор этого не понял, что в Украине миллион украинцев готовы умереть за свободу своей страны, но Украина никогда не будет под пятой Путина. Совершенно очевидно. И это спасает нас, потому что без Украины никакое возрождение никакой империи невозможно. По поводу русских денег, как мы ими воспользовались, если коротко? Ну, во-первых, это и часть пошла на инфраструктурные проекты, часть осела в карманах белорусской вот этого руководства ЗАО «Беларусь». То есть мы просрали русские деньги? Просрали русские деньги, да. Просрали, мы пустили не туда. А самое обидное, что даже те деньги, которые мы пустили в так называемую модернизацию, то есть это порядка 500 предприятий, которые мы пытались модернизировать, мы пустили их по советской матрице. Давайте мы возьмем, удвоим производственные мощности, будет больше цемента, будет больше стекла, будет больше ткани, будет больше автомобилей. Сделали, закупили автомобили, сделали это все, и ничего не работает. То есть это гениальный советский высер, который мы имеем в виде омертвленного капитала проятка на 90 миллиардов долларов. Почему ЗАО «Беларусь»? ЗАО «Беларусь» – это система, в которой есть четкие выраженные коммерческие интересы основных руководителей, и плевать они хотели на то, какими активами формально они управляют. Грубо говоря, если вот даже вот свежий пример с мясокомбинатами, когда взятки дают за приоритетную отгрузку мяса на внешние рынки в Россию, говорит о том, что система построена о том, чтобы использовать бюджетные потоки финансы предприятий для личного обогащения через разного рода схемы и компании-пылесосы. То есть есть машиностроительные предприятия, пищевые предприятия, легкая промышленность, концерны, министерства, холдинги, разные надстройки, государственные корпорации. И они главные. То есть там интересы, но интересы спрятаны так, что не скажешь, что эти компании там формально коррупционны. То есть если, например, смотрите, там публикуют списки самых прибыльных белорусских бизнесов в России. Кто там? Все так или иначе завязаны на БелАЗ, на МТЗ, на МАЗ, на ГОМСЕЛЬМАШ. То есть прибыль вывозится туда. То есть типичная схема, ничего нового белорусские там номенклатурщики не придумали. Но это и есть ЗАО «Беларусь», потому что во главе угла стоит бизнес. Причем бизнес в рамках единого клана, который не допускает конкуренции. Вот в Украине там конкуренция, в России конкуренция такая, так или иначе, да, особенно на местном уровне. А в Беларуси все централизовано. Причем есть четкие указания, что никакой там конкуренции вне заданных рамок быть не может. И люди, которые, вот тоже самое, есть такая концепция в рамках тоже, значит, санкций, да, типа кошельки Лукашенко, да. Нету концепции кошельков Лукашенко. Лукашенко дает возможность отрабатывать определенную работу для назначенных им людей. Все. То есть люди, которые получают там делянку, сигареты, водка, молочная продукция, там, не знаю, там, металлы, да. Это не то, что они зарабатывают и дают Лукашенко деньги. Он назначает и санкционирует, кто имеет право получать деньги, зарабатывать и оставлять чуть-чуть себе. Концепция кошелек Беларуси радикально, кошелек Лукашенко радикально отличается, то есть в интерпретации Европейского Союза. Они не понимают, как работает белорусская система. Никто не дает Лукашенко деньги. Лукашенко контролирует его, он, я говорю, зао, Беларусь или семья, контролирует практически все, что движется, все, что выгодно в нашей стране. От розницы начиная, заканчивая экспортными потоками, теми же калийными удобрениями, местопродуктами и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим там, накажем кошельков Лукашенко, наказываем людей, которые страдают в том числе от Лукашенко, но это абсурд. Ну, то есть вы считаете, что эти как будто бы белорусские олигархи, они страдают от него? Есть, знаю, личный пример, я публично об этом говорил, тот же Шакутин, который страдает, потому что его посадили родного брата, лишили его здоровья, дискриминируют, его обвиняют в вещах, которые просто пишут абсолютно безграмотные люди, якобы он является бенефициаром приватизации от того, что он получил какой-то колхоз. Это бред, потому что я знаю, как на самом деле отрабатывают бизнесмены, которым что-то бесплатно дали. Как? Они должны вложить очень много денег, а потом не факт, что это будет их. То есть я просто говорю, я вот вам, вы знаете, что вы там талантливый менеджер, и вам говорят, я тебе бесплатно даю там завод. Вот развалины рухлядь. И вы человек с ресурсами, с ноу-хау, с видением данного бизнеса, вы вкладываете, делаете из этого завода конфетку. А потом приходят к вам и говорят, ну спасибо большое, вот бумажку и подпиши, пожалуйста. А деньги? Что ты имеешь в виду деньги? Какие деньги? Ты что, не понимаешь, что ли, правила игры? А если ты не понимаешь, ну тогда вот у нас есть определенные места, где ты можешь посидеть там даже 24 месяца, и каждый день тебе будет говорить, сколько ты должен. Окей, объясните, какие ошибки допустил олигарх Чиж в взаимоотношениях с Лукашенко? Чиж оторвался от реальной земли. Чиж начал думать, что он как раз карман Лукашенко, я думаю. Я не знаю, Чижа с ним никогда не встречался, поэтому я просто наблюдаю за его бизнесом достаточно долго. И опять люди на каком-то этапе, вот когда мы начали делать с малым и средним бизнесом, с бизнес-социациями, национальную платформу бизнеса, мы приглашали всех, и большой бизнес, приходите, общайтесь с идеальными предпринимателями, объясняйте свою позицию, доносите точку зрения о необходимости развития предпринимательства, либерализации экономики, руководства. То есть становитесь частью бизнес-общества. Чиж выбрал режим индивидуального лоббирования, работал в этом режиме очень долго, успешно, и считал, он просто оторвался от земли и посчитал, что очевидно, он уже стал, как же мы, вошел в совет директоров ЗАО «Беларусь». Это была его грубейшая ошибка, потому что туда войти нельзя, просто так. И потом один провал в виде репутационного, якобы Кемпинского, недокемпинского, потом второй провал в виде этого дома Чижа, который на этом был, потом нефти... А вы считаете, что на уровне государства понимают, что это провал? Ну, конечно, провал, потому что репутационный... Зачем весь тот негатив, который опустился, он так или иначе пришел через Чижа власти. Это раз. Во-вторых, потом нефтепродукты отработал Мавр, сделал свое дело, Мавр должен уйти, ни один из проектов, который делал Чиж, не были такими, за которые Лукашенко бы сказал, да, молодец, я тоже это хочу. А зачем? Лукашенко не собирался и не собирается покрывать убытки тех людей, которых он назначил на бизнес-направление. Поэтому они, да, вот он был успешным до предыду времени, а потом ушел. На его время заняли другие люди, по девелоперам, вот те же братья Каричи, вот, которых тоже ждет такая же судьба, и с него вовремя не идут. То есть ваш совет братьям Каричи сваливать? Вчера, позавчера. Потому что тут опять, тут нет друзей, тут нет кошельков, тут есть определенный вход на рынок, который контролируется, который дают тебе заработать. Заработали? Ну, вот если ты потерял контакт с реальностью и не знаешь, где эта грань проходит между тем, что ты уже в зоне риска, лучше не заработать, ты пару десятков миллионов долларов уедеть пораньше. Как это делают, например, там, с Виктор Кислый, как делают многие айтишники, как делают люди, которые там с того же Евроопта, Евроторга, там же компания Монако же, правильно? Вот они, я думаю, знают, что лучше в Беларусь в такой ситуации не ехать. Ребята, вы помните наш челлендж с беларуским языком и моим Инстаграмом? С беларуским языком у нас все более-менее хорошо, мы продолжаем делать интервью на матчаной мове, а с Инстаграмом все, в принципе, тоже неплохо, но если вы подпишетесь и продвинете наш продукт по прокачке малины, тоже будет совершенно замечательным. Отселечте вы, что экономист повинен быть забеспеченным человеком? Это зависит от того, какие он стандарты до себе стасуе, например, калі экономист, экономисты, колькасть гроша, так само гэта розная рэча. Карл Макс, калі он представил свой перший том капіталу в 1867 годе, он сказал, что, видите, я такий человек, я написал столько шмат про грошы, а мали их немае. И он был бедным человеком, який написал капітал. Так что писать про грошы и зараблять грошы, это розная рэча, и тому, калі я забраляў грошы, мне гэта была не цікава, а калі я пачаў интересоваць, цікавець экономика, гэта безумовна то, что з'являецца частка вось гэтага вось тэх ведаў и таго задавальненні, якое ты отрымліваеш ад экономики. Велікі грошы для вас гэта колькі? Гэта 15-20 млн доляра уже, гэта велікі грошы, які дазваляюць зробіць ўсё тое, чым чалэк марыць. Але знову я чалэвек стіплый, і знову тут я нагадываю, што і маі родны жилі у невеличким местечку, был дом, і нічого там не було такого надзвычайного. І мой там сябрый наставник Ленинфеорджа Заіка таксама, яка скетка заў, ну, сколькі можна ж ты з гэта калбасы з'їсть? Наво ж ты бі гэта панты? Так што я чалэк не пантовый, добрый компутар, добрый фотоапарат, вось і ўсё, шо патрэбай, ну, безумовно, добрый интернет і кніжки, яких ты чытаеш. А самы вялікі грошы, які вы трималі ў своіх руках? 300 тыч доляров, нідзяка тримаў, калі был ў бізнасі, гэта тэ грошы, так гілі нал был, столькі было налого, столькі большара экономіки, вось давялося і тако я спрабаваць падлічыць гэта і побачыць. А як і не апануліся ў ваших? Ну, мы ў бізнасі былі, вось, такды працавалі, шмат людзей разлічывалася налам, і таму вось був гэта нал, які мы патам перадавалі людзям, які гэта грошы належаляся. Так, што былі часы налу. А вядайце, вось тады налічныя грошы маюць іншыякую вагу, таму што, калі разлічываўся карткай, ну, нема такога вось уражанья, што ты нешта там робиш не так. Али калі нал, вось кожну там... Адырваўна. Адырваў гэта, і тусь гэта культура, зберажэння, і она працюе значна лепш. А ты мне менш, вылічыця, што бізнес гэта не ваша галіна? Чому? Не, нема я. Ну, таму што для мене гэта не торка, нема гэтага чэленджу, гэтага вызаву, які ёсць ў інтелігальны дзейнасці. Таму што тут бізнес гэта вось такі кароткотарміновы. Мы былі ў бізнесі, які там не вытворчы бы бізнес, а ганлёв. А што вы робили? Мы просто ганлёвый бізнес, мы ганлявалі розными таварами, які з Польшы, з Францы, з Ішпаньі праїжджаў з генемецчына і патам прадавалі. І з Беларусі вывоззілі так сама шампанскай з беларускага завода шампанскай вінаў. Так што гэта был гандаль, был абмен. А ля знову, ну, прадалі, скандартавалі грошы, вывілі, купілі цэна. Ну, вось гэта для мене не было незадавальняльна. Былі грошы, добра зрабіл, купіл для сабе хату, ну, і ўсё. Гэта пасутнасті было асновная ў бізнасі. А потам, калі у интеллектаўна сферы, тут зусі міншы умовы, зусі міншы перспіктывы і горизонты. І калі бачш, наприклад, колькасць людзей, які бере тва ідея, які переконываюцца з тым, што чалавек пачаў думаць інакш, улада, якая пачаўа дзенічаць інакш, гэта зусі міншы задавальнення. Скажите честно, вы жалеете, що пошли на выборы? Если б я знал, во що це може велиць, я б, конечно, нікола не пошел. Но, опять-таки, я б туда пошел, потому що це було соглашення в рамках коалиції «Говори правду» і ОГП. Я був на стороне ОГП. Я думал, що це буде в рамках, там, Некляев, і я, ніхто не знай, як кого зарегистрирують, потім эти нас кинули, і получилось, що я должен був доказывати, що ми сами можем делать кампанию. Я делал эту кампанию для того, щоб убедиться і убедити інших людей, що ідея лібералізма пользується спросом. І коли ми получили почти по 10% на опроси общественного мнення в декабрі, я понял, що, да, дійсно, навіть с минимальними ресурсами ідея лібералізма, якщо донести їх до людей, вони білорусами воспринимаються на ура. Ви сомневались? В чому? В тому, що... Іти вам чи нет? Я ж чоловік колективний, командний, поэтому, коли все пошло, да, пошло, но, опять-таки, ми тогда сказали, ми не люди улицы, є программа «Мільнон нових рабочих мест», ми за це. Я не понимаю, як работает улица, і те люди, які обіщали улицу, обіщали там, що-то зробити, вони просто провалили свою работу, а всіх собак на мене повесили, тем більше, придумав мотивацию за мене. Тоже було дуже неприятно. Какую? Мотивацию, якобы, я пошло проситися к Лукашенко на роботу, хоча мотивация була совершенно чітка, то есть, коли Тихановська попала в таку ситуацию, все понимают і з пониманням віднеслися. Коли я попав в цю ситуацію, все почему-то поняли, що я не хочу освободити Лебедька з тюрмі, і зробити так, щоб нікого не убили. А я просто пошло проситися к Лукашенко на роботу, що є жісткою ложію і неправдою. Говорить, що люди, які предлагали улицу, а й отстаивали улицу, провалили свою роботу. Да, конечно. Поясніте. Некляєв, Санников, Статкевич, тогда говорили, ми отвечаємо за площадь, площа наша, все, ми готовимося к площади. Ну, вот, площадь була в цьому году, і де, чем она закончилась? Кримбл-план, то есть... Я не знаю плана, то есть в том-то и дело, что я вот... Ну как, вы же объединялись, и вы говорили, в том числе, это был голос Америки. Смотрите, смотрите, вот не было первого, не было никакого объединения, каждый был сам по себе, и объединение было только ситуативное в плане... Я предлагал всем программу, все сказали нет. Программу? Программу свой миллионовых рабочих мест, которым мы там, чтобы это была единая программа для всех. Такого не было, да. Ситуативное объединение было вот именно вот этих трех кандидатов за улицу. Мы в пятницу, помню, сделали пресс-конференцию в воскресенье выборы, и я спрашиваю вообще, а что мы делаем? То есть не было... У нас в штабе кандидатов в президенты не было информации вообще, какая, что готовится на 19 декабря. Поэтому о том, что это была одна команда, это придумка. О том, что был какой-то план у них, я не знаю, вот о них нужно спросить. И потом, когда все случилось, конечно же, надо было свалить все на Романчука, который якобы все расстроил. Но это была просто ложь и клевета. Многие после этого извинялись, многие извинились в 20-м году даже. Кто? Некоторые до сих пор не извинились. Кто не извинился? Ну, те люди, которые на самом деле виноваты были во всем. Кто? Я не буду их называть, на самом деле. Пусть они сами поймут, что они сделали. Потому что на самом деле это все было давно, но придумывать мотивацию, причем придумывать наглую ложь относительно того, что Романчук голубой, его там пленки какие-то есть, как бы ему показало, запугало, и он это сказал. Но это вот вся откровенная ложь, клевета, которая якобы оправдывали тем, что мы демократы хорошие, а Романчук сволочь. Как вы провели 19 декабря? Мы сначала делали компанию, потом, значит, мы собрались, по-моему, в 7 или 8 вечера со своими сторонниками пришли на площадь. На площади был непонятный какой митинг, было холодно, потом люди двинулись по направлению к площади независимости, это было на Октябрьской площади, я там давал интервью кому-то каналу, подошел позже, и когда я шел туда, я вообще не понимал, почему люди должны стоять на площади на Ленине, на статуе Ленина этой. И когда я стоял сзади, не на самом памятнике, и вот тут клич был, давайте идем брать здание. Я вообще не понял, что за фигня такая. И вот они пошли здание брать, вот этого случилось битье стекол, потом первый раз вышел ОМОН со счетами, я понял, что это будет какой-то трэш, вот, и мы с моей будущей женой с друзьями забрал их и пошел домой, и потом где-то в полночь где-то последний телефон, который я получил, был о том, что Лебедька, вот Анатолий Лебедька, лидер ОГП, дверь его выбивают и говорит, готовься, потому что, скорее всего, придут за тобой. А кто вам позвонил? Толя позвонил, или там, или жена позвонила, или кто-то из, вот, стучаться в дверь. Он звонил из офиса, да? Не-не, это был дома, дома у него был, дома это ночь было, где-то 12 часов ночи было. Вот, буквально после этого звонок, приезжайте срочно, либо мы сами вас заберем. Звонок, там представился какой-то полковник, не помню. Вот я приехал к гостинице Европа, вот там я встретил два человека, и мы между КГБ и Европой ходили там часа два-три. Вот они мне убеждали, что необходимо сделать заявление по телевидению, потому что разъяренный Лукашенко готов убивать людей. Вот, если я этого не сделал... Так они и говорили? Да, да, надо сделать, успокоить, потому что... То есть, генерал, эти, силовики Лукашенко говорили о том, что Лукашенко готов убивать людей? Готов убивать людей, приказ, потому что они, типа, нарушили какие-то там договоренности, и все. И говорит, если ты не скажешь, то потом убийство будет на твоей совести. Это самый главный аргумент, который меня добило, потому что, на самом деле, часов на 3-4, я не специалист большой в разговорах с силами и структурами, но для меня это показалось достаточно... После того, как я присутствовал, практически, вот был в окружении Захаренко, гончара, да, вот это не звучало как простая угроза, поэтому вот это и заявление, которое я сделал, причем я его сделал там так, чтобы все понимали, что я делаю не для того, чтобы там оказаться... Ну, это уже было 20 декабря утром, вот в ОГП, я сделал это заявление для того, чтобы, ну, понять, там, и вот мне сказали, жди там, кто-то за тобой придет или не придет, даст какой-то сигнал. Сидел, ждал, никто не позвонил, я пошел домой 20-го числа, потом мне звонят, говорят, хочешь вопрос задать Лукашенко, где Лебедька? Говорю, конечно, хочу, ну, приезжай, вот я оделся, приехал на пресс-конференцию в Дворец Республики, вот это было в 3-4 часа дня уже, да, и сижу, вот пресс-конференция идет, я сижу в комнатке, вот, и вот это случилось, потом это вот подстава, цикл такой большой, перформанс, когда я сидел, пресс-конференция закончилась, приходит за мной охрана и говорит, ну, пойдемте, задойдите ваш вопрос. И вот, когда я выходил, и вот эта встреча, которую я показала по телевизору, по БТ и ОНТ, это было как раз, как будто я пришел не просить, где Лукашенко, где Лебедька, да, а как будто я пришел чуть-чуть поздравлять его и проситься на работу, вот так было это интерпретировано. В этом я все рассказал, всем рассказал, что и как, но, к сожалению... Вы сказали тогда, где Лебедька? А он сказал, я не знаю. Это вообще был совершенно потрясающий момент, потому что, когда вот ты после такой напряженной кампании ночь, не знаешь, не спишь, ты выходишь такой весь измочаленный, а приходит человек, как будто он светится, как будто он там с отдыха приехал, улыбающийся, такой располагающий. Это было, конечно, как будто сюрреалистично немножко. Вы говорили в 2021 уже, что я уехал из Беларуси, в том числе, потому что я прошел пытки. Да. Вот тот процесс, когда выходили между КГБ. Психологические пытки, плюс это как бы убеждение, эта психологическая пытка заключается в том, что если ты не скажешь, что у тебя будет на совести у смерти, это было реально, то есть это то же самое, если ты не сделаешь, то твои дети будут убиты, да, или ты потом не знаешь, например, ты ставишь во главу гуло-политическую карьеру своего чистоту мундира и потом убивают людей, как тебе с этим потом жить? Это очень такая непростая дилемма была. Поэтому, когда я это все сделал, я потом начал всем говорить, как это было, но, по сожалению, поезд, вот, в том числе, демократической оппозиционной прессы и вакханалии понесли вперед, и все. Тогда еще не было, вот, когда вот события 20-го года, вот опять-таки, разное восприятие людей, да, уже, да, пытки были, гораздо больше людей понимали, что такое режим, а тогда думали, что, ну, это какие-то игры оппозиции, вот, это Романчук решили играть против, там, оппозиции, потому что он был не согласен с Сататкевичем и чем-нибудь, кем-нибудь еще. Лебедька наиболее корректно, наверное, после произошедшего высказывался о вас, в том числе, и просто сказал, что, что Романчук не был готов. Не был готов, безусловно, не был готов. Вы согласны? Конечно, не был готов, потому что, ну, такой замес, причем, вопрос не в том, что это было вот именно в ту ночь, да, там, никто не мог предположить, что так и будет, но потом, что случилось, это вот самое страшное, это вот как бы, то, что вот это вот волны критики, абстраклизма, лыжи, вот самое страшное было ложь и клевета, которая сыпалась со стороны демократических СМИ тех людей, которые были там в одной команде. Шушкевич сказал, ему каяться нужно за то, что он сделал всю жизнь. Ему каяться нужно за ложь, которую и клевету, которую он говорит. Почему? Ну, потому что он врет, он соврал, что я сделал такого. Я, когда был суд вот над Статкевичем, над Санниковым, сказал, что я не слышал никаких призывов, они не виновны. Вот сказал публично в суде свою точку зрения. Когда они говорят, что мы были одной командой, мы одной командой не были. Когда говорят, что был один план, не было одного плана, когда они говорят, что я, типа, просчет на работу Кулакашенко, это все ложь и клевета. Признайте, и сказайте, а еще говорят, типа, что якобы я сказал это, значит, делал признание, и поэтому их арестовали. Тоже клевета. Ну, так, ребята, если вы так клевещете, лжете, так вы же за европейские ценности. Европейские ценности предполагают правду, признание своих ошибок. Если вы не признаете ошибок, ну, значит, вы просто считаете, что можно политике все, в том числе, клеветать на своих партнеров по борьбе. Окей. Романчук предатель? Нет. Поясните. Ну, это как предатель, это когда-то есть, условно, какие-то договоренности, какие-то обязательства, которые ты не выполняешь, кидаешь, тогда да. А когда я сделал это для того, чтобы спасти жизни, да, для того, чтобы потом, после вот 10 лет прошло, каждый день ты делаешь материалы, участвуешь в информационной работе, в адвокатировании каких-то ценностей, ты можешь просто понять, ты врешь или не врешь. За 11 лет, с 2010 года можно было убедиться любому человеку. И когда вот события 20-го года произошли, отдельно люди извинялись, в том числе в Фейсбуке и в других социальных сетях, ой, Ярослав, извините, мы были неправы тогда. Вот. А предательство, это когда, условно, если бы я пошел вот на работу там в... Взял бы колхоз или пошел бы в Минкуру с полком и еще что-нибудь, вот это было бы у меня предательство. Когда ты ценности придаешь ради денег, ради карьеры или еще нибудь еще какие-нибудь коврижи. Никогда такого не было. За всю свою жизнь я никогда такого не делал. Та компания убила вашу репутацию? Нет. Среди тех людей, которые у меня были друзья, они четко понимают, я контекст объяснил и все поняли. Но есть люди, которые до сих пор этого не приняли, потому что они не могут делать выводы из собственных ошибок и признавать то, что они лгуют. Потому что простые слова «извини» до сих пор не проходят через их рот. Каково было ваше эмоциональное падение? Помните самый тяжелый момент? Тяжелый момент был, потому что вот это было, знаете, когда ты в рамках компании делаешь, а потом роба, и самое большое предательство было со стороны партии родной, на которой я там 11 лет добровольно отпахал, готовил все документы, все, и потом я вышел из партии, по-моему, то ли Лебедька вышел из тюрьмы, я вышел из партии. Потому что мы с ней поговорили. Можно какой-то бытовой день, я не знаю, день, когда он был тяжелее всего? Вы просыпаетесь? Нет, я же человек не загоняюсь, загонялся себя, поэтому есть работа, есть творчество, я легко управляю собой, у меня не было никаких там наклонностей, ни к чему, поэтому я вообще человек по природе свой оптимист, жизнелюб, поэтому когда-то, ну да, проехали дальше. На улицу было страшно выходить? Нет, абсолютно чего. Мне же не было стыдно, если бы там люди там, у нас же и была категория людей, которые там, вот ты такой плохой, да, здратник, вот, ну, хорошо, подумали-подумали, а сейчас и потом извинялись, кто-то извинялся, кто-то прятал глаза, ну, такая жизнь, но. Это были одни из первых таких покаянных видео, которые в 2020 году стали трендом. Вам обидно, что в 2010 вы стали предателем, а в 2020 все поняли? На самом деле, это у некоторых, правда, до некоторых людей доходит 10 лет, да, ну, Иисус Христос, когда страдал, сколько лет, поэтому для меня, да, какие-то вещи были связаны с тем, что опять-таки, вот, ну, если я через это прошел, друзья, ну, так давайте я вам поделюсь опытом, знаниями, тем, как нужно себя вести в этой конкретной ситуации. А вот когда люди, опять-таки, вот, разделив лузеров, оппозицию, вот, одни оппозиции, мы, типа, все лузеры, а мы сделаем лучше, да, причем там, по букве закона, которого в Беларуси не было с 96-го года, это была вот какой-то такой наивность, которая ограничит, на самом деле, с институциональным преступлением, потому что люди подставлены были под именно вот это, и это гораздо опаснее штука. Да, человека посадили, я действительно сочувствую всем тем людям, которые в тюрьме, они должны быть на свободе, они политически заключенные, но сотни тысяч людей, которые пострадали, и та ситуация, которая оказалась в Беларуси, это, конечно же, очень дорогая цена за их вот такую политическую наивность и нежелание получать уже готовые знания от источника внутри страны. А что изменилось? Почему в 2010 году вы стали здраведником, а в 2020 ко всем отнесись с пониманием? Как люди изменились? Люди изменились, потому что, во-первых, масштаб был другой, тогда был Романчук один, а тут же тысячи людей прошло, поэтому, ну, тысячи людей не могут ошибаться, да, конечно, уровень жестокости был совершенно другой, уровень пыток, понятное дело, что люди начали делиться информацией, видео, аудио, конкретно, то есть, тогда еще социальные сети только начинались, а сегодня это мир социальных сетей, мир информации, мир Ютуба, и, конечно же, радикально отличается вовлеченность, причем, даже люди, которые вот, новые вовлеклись в эти процессы, они стали во многом распространителем информации, вот, и это все сделало огромную разницу. Как вы относитесь к представителям демократических сил, Пальчес, Колесникова, которые не стали подписывать никаких прошений о помиловании и держатся до сих пор? На самом деле, это вот, если взять, есть разные подходы, как себя вести в заточении в такой системе пыток, да, я прежде всего ценю жизнь, и все люди, которые бы просто подписали и вышли бы, они стали бы, укрепляли бы демократическое сообщество, укрепляли бы политиков, укрепляли бы Беларусь. Если они там сидят, ну да, можно, тоже и выбор, но я считаю, что оттуда нужно выходить, потому что спастись от диктата, от пыток, от той системы, можно любыми способами, это не то, что ты подписал, там, признался в чем-то, это способ выйти оттуда, то есть, если, например, ты там придумал какую-то историю, когда там ведут тебя на расстрел, фашисты, да, ну вот, ты можешь все что угодно придумать, там, я там, вот, и то же самое здесь, такая же логика, освободись, освободись, и тогда ты можешь говорить все, никто тебе ни слова не скажет, вообще. Вы понимаете, что люди, которые это посмотрят, могут просто сказать, что Колесникова сильная, а Романчук сукло? Ради бога, это выбор, просто говорю, из Колесникова, будучи сильной женщиной, если бы она вышла на свободу, она бы сделала больше пользы для Беларуси, чем она там сидит, она, понятное дело, что может быть символом, вы понимаете, символ, ну, год, два, три, четыре, пять, и дальше что? Вот у нас символ был, там, некоторые считают символ Статкевича, да, ну, четыре, три ходки, 14 лет в тюрьме, и какое влияние это имеет на, это я, конечно же, храбрым мы отдаем честь, да, и я считаю, что они должны быть себе на свободе, они, безусловно, политически заключенные, но, та задача, которая стоит перед Беларуссией, это получение 97 условных процентов, находясь в тюрьме, эти люди не приближают нас к этой цели, поэтому я считаю, что все люди, которые сидят в заключении, если есть возможность, нужно максимально всеми возможными методами выйти оттуда и бороться за нашу свободную Беларусь. Если бы у вас была возможность вернуться в 2010, что бы вы поменяли? Не участвовал бы в выборах, просто не участвовал бы в этом всем, потому что я был слишком наивным, думал, что все так честные, понятные, вот, и никогда такого не будет, поэтому я бы участвовал по-другому, я бы писал программы, я бы делал то, что и умею делать, вот, и все было бы хорошо, для меня, по крайней мере, в том формате, который был бы продолжением той работы, которую я делал там с 2095 года. Вот, а так получилось, что вот я узнал оппозицию, власть немножко с другой стороны. Причем я не знаю, чье лицо в то время было хуже. У вас было вельми цикавое интервью, часопису «Сексус», в котором вы сказали, что у вас был секс больше, чем с двумя партнерами. О, Боже мой, не памятник этого года. Так а секс был? Не, вы что? Интервью, яке давались, а я не памятаю вогле, как ли это было, але безумовно, это было так, часом и на камеру, часом это был таки надрыв, альбо, это просто для того, как притягнуть увагу, не более того. То есть вы хлусите? Не, не ухлусить, вы что? Это ж подыграть, треба было журналисту, не более, не более за того. Добро, вы так само, тым же, я засмучен, на самом деле. Что не было? Ну, да, мне хотелось, как вы мне расслумачили технику, я гэта. Технику? Да. На жаль, не могу. На жаль. Вы так само сказали, что за легализацию проституции в этом интервью, это правда? Я вогле за тое, есть принцип, человек належит сам себе, а его тело так само. И то, что он делает своим телом, то, что он так само есть, так само потребует, это выключенное решение. И с пункта гляджения легализации проституции, с пункта легализации канапли, альбо марихуаны, гэта безумовна не только принциповая территичная позиция, так само гэта экономичная позиция, потому что гэта так само есть все, гэта просто крышуется, гэта является краницей шара экономики, гэта является краницей доходу праваховных структур. И гэта безумовна треба легализовать, потому что марихуаны это вогле, такий магутный хип, який зробили бутлегеры еще за часу Великой Депрессии в штанах, в Злучанных Штатах, и треба гэта легализовать, потому что я навэт два годы тому рабью презентацию, доказываюч, что легализация марихуаны в Беларуси дасть нашей экономики 2-3% взрослых в УПУ. Гэта шмат грошаў, былай шмат мест працы, пасутнасті, выкарыстанне природных наших ресурсов для таго, каб рабіці ў легкой промысловасці і ў фармацевтичной промысловасці, і шмат чаго можна була зарабіць мінавіта гэтым. Темболь, што, ведайте, што асоціацію канаплі Ізраалю узначалювая былы прэмьер-міністр. І таму тут Беларусь павінна быць наперадзі гэта працысу. Я думаю, што ў Украине таксама гэта працыс рушыцца. С пункту леджані таксама працытуцы, таксама, ну, вось, у Немецчынь ёсць федерацца правсаюз працытутак ў Австрии, Швайцарі гэта таксама легальний бізнес. Ну, чэму людзі не могуць цім займацца. Нема працытутак ў Беларусі? Ёсць. Але яны крышуюцца, яны плацят няким там структурам, няким крышам тым людзям, які іх там робець. Я за то, якаб гэта было празрыста, разумела, безпечна, і перш за всю з пункту леджані абароны права ў жанчыны, каб яна мела да кагоу звернуцца, гэта гога, каб там яе дискриміновалі, здекваліся на дне. Добро. Што лепі, секс ці, экономіка? Экономіка. Чому? Яна, секс гэта, ведэцца, для 20, 30, 40 гадоў може быць лепшы. А цяпер, калі зусім іншы уздровень праэмнаці, зусім іншы вызав ў экономіце, чым ў сексі. Ну, може быць таму, што я не практикую камасутру сёня ўже. Али, знову, всё это, чтобы... Не практикуйте секс? Не-не-не, камасутру, камасутру сексу і дарозна речі. У вас очень большая вера в беларуских людей. Даже вы говорили, что если беларусам дать свободы, государство вообще не будет нуждаться в деньгах за некоторых исключениям. Абсолютно верно. То есть, если взять, представить себе, государство имеет ноль. То есть, ну, вот, есть там 7 млрд долларов на пенсии, да, и всё. Вот, мы имеем их, а всё остальное это люди самостоятельно работают. Люди сегодня даже зарабатывают порядка там 15 млрд долларов в ВВП без государства. А если уж только экономическая свобода, самый ценный уникальный ресурс, который позволяет беларусам производить, обменивать, инвестировать, то есть, заниматься всем тем, что беларусы научились за последние 25-30 лет. Потому что в начале 90-х годов не было этого опыта, не было этого человеческого капитала. Сегодня там, если взять там полтора миллиона беларусов, которые умеют работать, приобретая опыт за рубежом, имея там 200 человек минимум, имея там состояние 300-500 млн долларов и больше, если они приедут обратно в Беларусь, а нас, беларусов, которые с беларусскими корнями миллионов 11-12, да, может даже больше, да, которые там в Америке, которые везде, то это будет просто темпы роста 10-15% в год. То есть это совершенно очевидно, потому что вот есть те вещи, которые вызывают эффект вау. Да, вот когда мы, я делал экономическую программу для Беларуси, есть 10 пунктов такого эффекта вау. Например, в денежно-кредитной сфере, да, легализация, там, пяти валют. То есть народная валюта Беларуси это не рубль, это доллар. У каждого там из, наверное, 90% людей, у которых есть какие-то заначки, они в долларах, понятное дело, не в рублях, не в гривнах и не в российских рублях, именно в долларах. Легализуйте это. Но если гордость национальной беларусов не пострадает от того, что беларуская рубля вообще не будет как единица, давайте мы введем золотой талер, вернее, дадим возможность любому экономическому субъекту имитировать деньги на золотом стандарте. Ради бога, будут арабы, китайцы, американцы, не знаю, беларусы, кто угодно. Давайте сделаем инновационную вау-политику в денежно-кредитной сфере. Вот решение. Никаких ограничений на перемещение капитала. Сделайте это и весь мир про вас напишет плюс легализация всех этих токенов, биткоинов, шмойнов и так далее, и так далее. То же самое предложение по бюджетно-налоговой системе три налога. Я в 2003 году еще, когда была группа Республика, известный генерал Фролов тогда был, Володя Парфинович, Юрий Мороз, вот тогда, Морозов, да, вот мы делали предложение просчитанное, да, три налога, налог срочет продаж товаров, да, 10% налог, 10% церковная десятина, вот плоский налог и акцизы на табак, алкоголь и наречить товары. 25-28% ВВП на все хватает, вот, пожалуйста, вам пенсии, вот, пожалуйста, зарплаты, вот, пожалуйста, школы, вот, пожалуйста, здравоохранение, все, вы вам развите. Никакого коррупции, никакого там откатов просто нет, куда брать, да. То же самое в отношении приватизации, есть закон о приватизации, мы подготовили, люди, которые попадают под категорию бедные, получают из бюджета конкретные деньги на свой счет, в деньгах, а не в натуральных благах, вот, вот пенсионная реформа, и все идет вперед. Это вот вау-эффект от этого, а плюс еще простое решение, например, в отношении судов, да, если мы с вами там до 5 миллионов сделки, судьей первой инстанции является любой человек по добровольному соглашению сторон. Если мы с вами имеем бизнес, и мы прописываем в договоре, да, вот если вы что-то не ту машину мне продадите, да, то судьей по нашему договору будет не какой-то судья там, какой-то Ленинского, Минского района, да, а там, условно, там, Бабарико, да, или там, Петров или Сидоров, да, и когда я недоволен, да, я иду к Петрову, говорю, слушай, вот мы вместе согласились, решите наш спор. Этот человек без лицензии, без какого угодно знаний, ну, просто потому, что мы ему доверяем, да, решает наш спор. Если кто-нибудь не согласен, тогда идешь в высшую инстанцию. А для этого не нужна квалификация какая-то? Нет, абсолютно. Ну, мудрецы, раньше как работали, что мудрецы заканчивали юрфак, или имели адвокатские лицензии, это чушь, нужно все разрушить. До определенного уровня решение споров, конфликтов должно идти на уровне доверия. И вот это самое главное, спрос на доверие со стороны людей, оно появится. Либо юридическая компания, либо физическое лицо. Главное, чтобы мы понимали, что если будет спор, мы решаем это через, не через рэкет, не через государственные организации. Понятно, уголовное дело, там, это государство пока остается, да, но в этих решениях, вот, вот, вопрос сейчас в Украине тоже самое так решается, когда у них вопрос критического, низкого уровня доверия к судам, так давайте сделайте это. Зачем вам, например, зачем централизация адвокатской деятельности? Это цех, это просто безобразие, там, государство поставило лапу, и нет адвокатуры у нас. То же самое в отношении, там, других, там, вещей, связанных именно, вот, с таким родом, значит, введения экономно-хозяйственной деятельности. Вот мы, там, с коллегами, давным-давно придумали, вот, эти вещи, которые предлагаем, то есть, как только в Беларуси появится окно возможности, вот, мы это все предложим новой политической власти. Если они будут такими же склонными к патриотизму, как это в свое время был в Саакашвили, пригласив на работу Каху Бендукидзе, мы сделаем это, мы сделаем Беларусь центром, новым центром экономического развития Европы. В чем смысл жизни? Получение удовольствия. А большие деньги, это важно? Нет. Почему? Ну, потому что в удовольствии деньги не купишь. Вовлечение, процесс, есть теория потока, когда ты в потоке делаешь то, что тебе интересно, обнаружить то, что тебе интересно, является критически важным для любого человека, для богатого или бедного. О чем вы мечтаете? О свободе. В Беларуси. О свободе Беларуси. Получается ли у вас наслаждаться жизнью прямо сейчас? Да, получается, потому что нужно психологический баланс, нужно быть оптимистом и нужно делать то, что приносит удовольствие тебе и тем людям, которые вокруг, приобретая новые знания, новый опыт, который можно будет использовать в родной стране. А пишите абсолютную идею для себя? Семья. Я как-то выявил формулу счастья, удовольствия, которая называется формула 7-S. Свобода, семья, сало, смех, солнце, секс. 6. Что-то забыл еще одно. А сон, сон, да, абсолютно, наверное, сон. Вот 7 этих S в разных комбинациях. Никто не удивлен, что вы оказались в Украине, да, с таким подходом. Не, ну, сало это как бы является метафорой для здоровой пищи. Например, я очень люблю сало, но любая здоровая пища является очень полезной. Для меня, по крайней мере. Я вот сало очень люблю и считаю, что в Беларуси сало для меня лучше, чем в Украине. Какой вы видите свою старость? Спокойной, творческой. У меня старость несовместима с выходом на пенсию. Старость у меня будет активной. Вне сомнения, буду писать и работать, насколько мне позволит голос и мозг, до как можно больше глубоких-глубоких сидин. Насколько вы счастливы прямо сейчас? Трудно сказать какую-то шкалу, но это меньше 50%, потому что моя семья в Минске. Чем в Новой Беларуси будет заниматься Ярослав Романчук? Будет премьер-министром. Серьезно? Конечно. Объясните. Ну, вот те знания, опыт, которые мы нарабатываем, те программные документы, которые мы, опять-таки, испытываем и в Украине, и тот опыт, который мы приобретаем в общении с коллегами, он, безусловно, будет приемлем в Новой Беларуси. Я надеюсь на то, что новое политическое руководство будет серьезно относиться к будущему нашей страны и будет интегрировать этот опыт в страну. То есть статус, шанс будет, как был у Саакашвили, у нас такой же статус шанс будет. И исторически мы не должны его профукать, как это делает Украина. Почему Украина сейчас профукивает свой шанс? Профукивала шанс, потому что был шанс на свободу оранжевая революция, они не сделали ее, потом была революция гидности 2014-2015 года, не сделали, и сейчас два года после дела топтания на месте и отсутствия реформ, которые значимые подвигли, ставили Украину на путь быстрого, долгосрочного экономического роста. Поэтому три шанса, и опять-таки украинцы вроде бы выходили за свободу, а экономические и политические элиты ее не давали. Это то предостережение, которое должно нас, белорусов, остерегать и от такого рода. Если будет Лукашенко, после Лукашенко что-то такое. Чтобы не было Мясниковича, не было Симашко, не было подобного топтания на месте, потому что вот еще один шанс в Беларуси, если будет, мы профукаем, это будет, конечно, очень опасно. Смена системы, что должно быть? Да, в Беларуси системы, конечно. Три вещи, которые вы хотели бы видеть в идеальной Беларуси? Экономическая, политическая, гражданская свобода. В одном флаконе, неразрывно закрепленная в Конституции и примени, которое принимается в обществе и в которой есть консенсус политических, экономических элит. Беларусы котики? В Беларуси собачки. Почему? Ну, потому что собачки более преданные хозяину, чем котики. Котики независимы. Это позитивная характеристика или нет? Как показали, 2020-2021 год нет. Жизнь малина? Жизнь это напиток, который создает из разных ягод, в том числе там есть и место для клубники, клубнички, там есть место для облепихи, которая добавляет свои специи. Но самое главное, что каждый человек выбирает свой набор ягод и делает с него свой компот. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, спасибо, что досмотрели это интервью. Спасибо, что с нами. Канал Жизнь Малина это не только контент, но и очень крутое комьюнити, которым мы вау, как довольны. Вы топчик. Шир дякуй, пахнет шабор. Расходимся.